Проживание старших и младших арканов для тех, кто хочет начать свою жизнь с чистого листа. Проживание старших и младших арканов для тех, кто хочет начать свою жизнь с чистого листа. Проживание старших и младших арканов для тех, кто хочет начать свою жизнь с чистого листа. Проживание старших и младших арканов для тех, кто хочет начать свою жизнь с чистого листа. Слушайте, какая-то тема ключей активно очень сегодня, разводным. Поэтому я беру колоду, которая нивелирует даже какой-то негатив. Но я уверена, что негатива не будет. Колода простая, лаконичная. И если вам интересно, когда я купила большое количество новых колод для вас, потому что хочется мне разнообразить энергетически, в частности, наши расклады, чтобы смотреть на ситуацию с разным сторон. Использовать разные вайбы, использовать разные уровни энергетические на погружение, использовать разные способы подачи информации. Потому что понятно, что у каждой колоды свой язык. А за эту колоду, когда я спрашивала, какой вы хотите, чтобы я распаковала первый, проголосовала большое количество людей, потому что она смешная, прикольная. Новая колода. Я имела в виду, что она недавно появилась на полках эзотерических маркетов. Я решила, что она мне нужна, потому что это абсолютно такие мои легкие шутовские вайбы. Я сегодня, например, в проживании Арканов, там в шуте немножко подзастряли, то вот колода, которая называется Руконожковая Таро, она, опять же, может вам помочь с легкостью пройти через какие-то испытания. Потому что, несмотря на то, что она очень простая в символизме своем, вот, ну, она говорящая, да, за счет того, что, опять же, символика Аркана Второго заложена полностью, и она не противоречит Уэйту. Начинающим не буду рекомендовать, потому что вы же любите, знаете, упарываться все эти блифы, посмотреть, почему одежда красная на тройке жезлов, вот это все, что абсолютно, честно говоря, прям не влияет на чтение. Вы просто засираете голову себе этим всем, потому что мне кажется, что сначала лучше практическую часть изучить, а потом, когда вы ее понимаете, как дважды два, вы уже начинаете изучать, а что же там конкретно в Уэйте изображено. Ну, это так, знаете, мое личное, как бы вы молодцы, конечно, что вы все это учите, но сильно, как бы, в практической части чтения, именно как в профессии, да, это сильно-то, правда, не пригождается. Ладно, окей. Честно, не знаю ни одного торолога, кто, обладая вот этими всеми прям знаниями и нюансами, но при этом я сама обладаю, да, читает Таро вот хорошо именно потому, что он четко понимает и знает, почему у него одежда красная, понимаете, что конкретно изображено, там, допустим, на карте мир, да, что это за этот город золотой и прочее. Ну, то есть, как бы, в чтении это не сильно помогает. Ну, окей, ладно, это все нюансы. Поэтому, в принципе, вы можете использовать лаконичные колоды без классических прорисованных глифов, да. А кто-то сейчас скажет, вот, а оно так тогда не работает, так, потому что я была свидетелем того, что я пришла в эзотерический магазин, там девушка спрашивала, с какой колоды лучше начинать, и, значит, это ей консультант говорит, вот, обязательно уэйд, потому что нужно знать всю эту символику. Ну, как бы, окей, может быть, вот, ну, честно говоря, не обязательно. Можно начинать с тех колод, которые вам резонируют, отзываются, да, при этом вы знаете азбуку уже непосредственно саму, вот, но работаете сразу не на уйти, ничего не так-то. Это раньше, знаете, колод было мало очень, а сейчас их большое количество. Так, ну все, так, познакомила вас, да, с колодой, с собой немножко. Давайте смотреть поворот судьбы. Хотите присоединиться к моему нетривиальному взгляду на чтение Таро? Да, есть проект, который называется «Проживание старших арканов, младших арканов». Я там абсолютно нетривиально рассказываю, очень интересно. Такой, знаете, стиль больше научпоп, но, опять же, с обоснованием, то есть вас не грузит большим количеством информации, там, что там. Ну, там есть, конечно, исторические экскурсы, то есть вы поймете, почему кто-то у нас изображен королевой Пентакли, и поймете, почему именно такая медитация, что на самом деле там происходило. Вот, потому что я «Проживание арканов» писала там под руководством историка все-таки. Они пересказывают книги, которые мы там нарыли, короче, в интернете, по большей части, да, все юзают, короче, два учебника. Не будем говорить каких. Вот, поэтому там сильно интереснее, чем в обычном изложении, потому что там уже есть свое чтение. И я, как бы, вообще очень сильно топлю за то, чтобы те, кто обучаются у меня, то есть вы понимаете, что я не веду классическое обучение Таро, я не обучаю профессии Таролога, мне темные богини не позволят такой кринж. Вот, а я по большей части именно про то, чтобы познавать систему, а когда вы ее знаете, плюс еще включаете свои сведения, вы классно учитанный, у вас классно работает интуиция, и вы еще котики по жизни, у вас классный лайфстайл, то, как бы, ваш успех, он вообще не за горами в чтении, да. Ну, как правило, мы про это забываем. Вот, а давайте смотреть. Уже ворот судьбы вашей. На руконожке вон Таро. Уверена, что что-то хорошее мы с вами сейчас найдем. Да, и те, кто читает Таро, и те, кто просто пришел посмотреть. Окей, да, я так пришел посмотреть. Привет, единички зелененькие. Слушайте, у вас какой-то прям сейчас интересный, видимо, замес происходит, потому что я когда тасую колоду, у меня справедливость на дне колоды. Кто вы сейчас вообще для высших сил? Какая руконожка? Ну, то есть, как бы, вы сейчас будете руконожками. У меня все здесь по очереди, по всем трем вариантам. И вот, значит, ваша руконожка сейчас находится на каком-то этапе жизни. Чего этой нашей руконожкой происходит? Ну, собственно, нормально все, потому что она в предвкушении. Вот вы, вот этот вот прекрасный персонаж, да, рыцарь Жезлов. И, как бы, энергия рыцарь Жезлов, как мы с вами понимаем, это все-таки про что-то положительное. Вот, если в классической интерпретации, знаете, такие энергии паладина, это такой воин света. Мы, значит, настроены с вами на солнечную сторону, да, воспринимаем, как бы, информацию, да, с точки зрения предвкушения. Блин, 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 вот что-то сейчас прикольное, классное случится. Я как помчусь, я как побегу на своей, там, деревянной лошади, да. Ну, то есть, как бы, мы ждем вот какой-то импульс. И, как бы, ну, сам по себе рыцарь Жезлов, он действительно готов прям сорваться вообще в какие-то новые места, да, какие-то новые горизонты, новые люди, там, встречи, события, свидания, что-то такое. Короче, много энергии по первому варианту. Вы, на самом деле, открыты миру, и, скорее всего, мир вам тоже будет это показывать. Смотрите, в чем, как бы, здесь нюансы. Терпения не хватает, да, вроде как энергия бурлит вообще намерение. Если бы терпения не хватает, а то, скорее всего, нужно немножко что-то выждать, чтобы не напороться, короче, не на свои варианты. А мы очень сильно хотим приключений, да, джунгли зовут, и поэтому вполне может быть, знаете, как предупреждение, немножко подумайте головой, потому что там, собственно, энергия справедливости говорит о том, что, смотри, если ты сейчас трянешь какие-то приключения, именно по той причине, что ты слишком жаждал, да, слишком жаждал о неожиданных поворотах, да, там, в твоей судьбе. Так, что у нас еще интересного в жизни сейчас происходит по факту? Наш рыцарь Жезлов, что он и как? Смотрите, я не могу сказать, что сейчас есть активное движение вперед, потому что четверка мечей все-таки подразумевает, что мы сидим в засаде, и, может быть, мы слишком перестраховываемся сейчас, потому что, возможно, получали какой-то негативный опыт. Смотрите, в чем интерес всей этой ситуации. Значит, энергетически мы тут себя качнули, у нас, видимо, анахатка-то открыта, да, свадхистанка-то крупница, понимаете, там, эти... Фиолетовые лилии в районе Сахасрары распускаются, а тело такое говорит, да иди ты нахрен, нет, слушай, нет, я такое боюсь, я туда не пойду. Потому что, собственно, четверка мечей, как бы, на уровне тела говорит о том, что мы-то вот эти энергии пропускать не готовы. Мы такие, да куда тебя несет вообще? Ты же понимаешь, что ты, значит, будешь об этом жалеть. Да, тело, оно такое, знаете ли, контролер у нас, да, четверка мечей, потому что говорит о том, что давай все-таки мы подумаем, да, мы так не хотим, потому что ты сейчас потанцуешь на барной стойке, а потом что, а потом это видео в интернет выложат, и что, тебе с работы уволят? Ну, вот такое смотри. На уровне тела, правда, может просыпаться внутренний критик, который говорит тебе о том, что мы с тобой тормозим, мы с тобой тормозим, и если ты вот это количество энергии прямо вот сильно в себе не пропускаешь, что с тобой произойдет? Ну, с точки зрения психосоматики, ты, правда, можешь сейчас схватить какую-нибудь болячку, да, может быть, даже какую-нибудь аллергию, да, сейчас, кстати, такой вот период будет, посмотри, очень много энергии, 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 она сильно не находит выхода по четверке мечей, поэтому прыщички могут болезть, да, а аллергия может вот это, потому что есть какой-то внутренний момент раздражения, да, психосоматически, поэтому вот если вот очень хороший, наверное, сейчас будут внешние идентификаторы, если ты чувствуешь, что это про тебя, вот, то, наверное, твой все-таки расклад. Потому что мы лежим под одеялком, да, копим, точим ножики, короче, копим силы. Окей, ну, опять же, мы с тобой про неожиданный поворот что-то тебя вытащит, да, из-за этой четверки мечей. Вы, кстати, заметили вообще, какие интересные вайбы вообще, как я вот, собственно, как-то быстро читаю, да, и пытаюсь здесь торопиться. Это все энергия рыцарь и жезл. Но мы, значит, хитрые планы нашей жизни строим под одеялком. Нет, может, вы, конечно, медитируете на то, что вы умная и красивая такая, да? Лежу в позе морской звезды и худею. Так, раз записалась на марафон по похудению или по свиданиям, значит, все будет хорошо. Ну, на всякий случай, на свидания ходить не буду, чтобы вдруг плохо не было. Ладно, неожиданный поворот буквально одной картой. Боже мой, как, собственно, кто-то заползет под ваше одеялко, потому что девятка кубков, да? И вот ощущение все-таки, что вас прям накроют, да, накроют вот этой радостью, накроют вот этими кубками. Тут, знаете ли, сидели немножко тут в своей немножко этой всей психосоматике. Такое очень бывает, знаете, вот почему? Потому что вот приходит радость в нашу жизнь, да, а мы ее прям на уровне тела очень боимся пропускать, потому что мы не выдерживаем такого огромного количества удовольствия, которое готово дать нам жизнь, да, и мы такие прям его очень сильно саботируем. Но при этом она должна прийти, потому что вы к этому готовы, да, вы к этому готовы, вот. Ну, тело, правда, может не пропускать. Ну, просто об этом говорят, да, что действительно вас сейчас правда может накрыть большим количеством радости. Может быть, это какие-то ваши постельные наслаждения Может быть, это какое-то обжирательство То есть вы слишком контролируете Вот столько радости мне одному Или мне, а там одной Почему? Потому что Вот период стресса, когда вы себя накручивали Он уходит из вашей жизни Вам сейчас должно быть реально как-то кайфово Вот девятка кубков Это же карта кайфа И здесь вот Может быть, в какой-то момент праздника Может быть, в момент какой-то беззаботности Может быть, в момент, когда вы выигрываете Какой-нибудь сертификат на обертывание Или в СПА Тут просто потому, что кайфушечки Кайфушечки приходят в нашу жизнь Неожиданные, конечно, кайфушечки Давайте смотреть, с чем связано Смотри, сколько чашек улыбается вообще С чем связано, с какой сферой жизни Ну, ты знаешь Тут, наверное, про то Что где-то ты просто уже плюешь И понимаешь, что пора вставать Как бы из этого одеялка Как бы восьмерка кубков Все-таки про что-то новое То есть я так больше не хочу Мне нужна новая энергия Мне нужен какой-то заряд Мне нужна какая-то радость И мы, значит, в сторону этой радости Начинаем хотя бы разворачиваться Лежать в сторону мечты И дышать туда Хорошо О чем еще неожиданный поворот в нашей жизни Что там в личном Неожиданно развернется в личной жизни Да, однозначно Знаешь, как бы в личной жизни нам говорят Что смотри, успокойся, выдохни Потому что здесь есть гармония Здесь есть гармония Ты не воотшельник У тебя, видимо, есть какие-то свидания Я не могу сказать, что это какая-то Постоянная история для новичков То есть если вы хотите прям в какие-то отношения Скорее всего, это что-то перманентное для вас Но, по крайней мере, не сидите воотшельника То есть как только вы встаете из своего одеялка Закутываетесь в новое платьишко Или не знаю, что-то еще Выходите из состояния Вот этого немножко стагнации Нас накрывает Новыми эмоциональными Всякими проявлениями Вот мы тут в водичке Туз-кубка влюбленными Скорее всего, что весна на пороге И посмотри, какие красивые карты На неожиданные повороты твоей судьбы Влюбишься Выползешь такая, да Может, в рестик пойдешь Может, что, куда погулять А тут тебя так накроют Боже, как накроют Так самое интересное, что, видимо, накроют Не одним, а большим количеством Те еще голова даже будет болеть От количества, видимо, товарищей Которые хотят с тобой Воссоединиться в экстазе Или женщин, не знаю, да Потому что сама по себе как бы Девятка жезлов Это какой-то момент сопротивления Да, это такая Вот у никого не было А то как навалило Навалило, навалило Вот это вот у вас там всех Что с вами вот это делать? Что с вами делать? Прямо они тебя, смотри, атакуют Со всех сторон Сейчас посмотрю Брать себе какое-нибудь предупреждение Или пусть все так и остается прекрасно Потому что, видимо, ты тут Создаешь какую-то себе вселенную Да, прям наполненную Сильной любовью А наполненную как бы сильно Ну, знаешь, какими-то прям Интенсивными эмоциональными Проявлениями Тут такой, знаешь, момент Что действительно К тебе же хотят С раскрытыми объятиями, понимаешь Очень много тактильности Обнимающих должно прийти в твою жизнь Но поскольку Раньше было чуть не очень И нам об этом показывают Восьмерка кубков Пора как бы уходить Из старого прошлого Понятно, что у тебя травмочки какие-то Понятно, что ты пытаешься Пока защищаться Ну, как бы вопрос просто в том Что зачем ты это делаешь Если действительно все правда Может быть кайфово И нам говорят Что вот неожиданный поворот Это правда Что в твоей жизни Может пройти какой-то прям Нормальный, нормальный человек Абсолютно нормальный человек Да Но смотри Что должно уйти Потому что вот бонусом Там еще карта смерти Девятка мечей Да А что должно уйти Ну вот это твое дурацкое Травмирующее тебя состояние Я ни в коем случае Сейчас не обижаю Там твои эмоции Но просто вот Есть ощущение Что уже too much Понимаешь Это уже перегиб Потому что мир Не враждебен По отношению к тебе Абсолютно Но мы пока еще Видим враждебность Да Мы еще видим Какой-то подвох Да То есть если с тобой Знакомиться на улице То обязательно маньяк Да А допустим там Или на дейтинг сайтах Нет нормальных Или еще какое-то Да То есть вот моменты Твоих внутренних Ментальных ограничений Они тебе не дают Прям расслабиться Да И действительно Прям укутаться В ту любовь Которую показывает Тебе мир Но мир тебе ее Хочет показывать Не только вот на уровне Того что ты там Любимый котик Да Бога А именно на уровне Физики Да Чтобы твое тело Действительно Впустило то количество Любви Которую мир Готов тебе дать Классно Видимо у кого-то Весна Да Прям совсем не за горами Вот А я такая Не такая Жду трамвая Я не достаю Уже никому Да Четверка пентакли Да Храню свой цветочек Потому что Не для тебя Да Я Ягодка Да Психотерапию прошла Такая интересная позиция По первому варианту Двоечки Ну что Я вас приветствую Давайте смотреть Происходящее с вами Абсолютно лайтовая Красивая колода При этом она Не противоречит Там Дяде Уэйту Просто дает Более легкий взгляд На реальность Мне кажется Я ее полюблю Потому что Она не напрягает Абсолютно Не давит Хорошая Лаконичная рисовка На простое Понятное изложение Что такое Это карта какая-то Что за розовая карта А нет Ну что-то я вам Силу вытащила Я что-то думала Что он другого цвета Силу Окей Давайте смотреть В каком вы сейчас В энергетическом состоянии В каком сейчас состоянии Либо вы несете Какие-то радостные вести Либо соответственно Ждете этих радостных вестей Потому что По жезлу Тоже достаточно Неплохая карта То есть мы не прячемся В какой-то темной одеялко Мы значит Уже с вот этой палкой Наготове Да Такой вестник Немножко Ну по жезлов Он же такой радостный вестник Может кто-то из вас Экзамен там сдал Да Или Что-то такое Потому что Немножко энергии студентов Так Для меня лично По жезлов Такие Детские энергии Знаете У меня еще четкое ощущение Что видимо На этой колоде Нужно снимать Этот Тайного поклонника Потому что За вами явно Кто-то наблюдает Да И возможно Даже делать Какие-то выводы свои Но это так Знаете По энергии Может просто Знаете Ощущение Что выводы Интересны Настолько Что за вами следят Большое количество глаз Вот Есть такое что-то Без всякой там паранойи Конечно Но есть ощущение Просто вот Мне тут карта показывает Что вы тут Под пристальным вниманием Что-то хочется нового Да Что-то хочется нового И скорее всего Вы периодически Встречаетесь С первым вариантом Да И он там говорит Да не типа Неси Я сто раз так делаю А вы нет А вы так вот Хотите Только-только Да Начинать Видимо Свои какие-то Весенние Грехопадения Так Ну вот смотрите У нас Собственно Предвкушение Приключений У пожар-жезлов Да Есть первый вариант Уже по уши В приключениях Потом Страдает От этого А вы Вот только В предвкушении Да Пожезлов Восьмерка кубка Тоже знаешь Вот хочется Выйти на солнышко Из своих подвалов Потому что Хочется Что-то новое Хочется Проявить себя Да Хочется Может Какие-то Новые фотографии Знаешь Хочется Новые какие-то Энергии Но при этом Хочется От своего обновления Получить какой-то Профит от мира Такое ощущение Что дети Пришли на утренник И каждый Такой В красивом платье Я сейчас Прочитаю Там стишок Не знаю Деду Морозу Или Воспитательнице Которая там В образе Какой-нибудь Весны красный Еще чего-то Мне за это Дадут подарочек Просто потому Что я красивый Боже Мне так нравятся Вот эти энергии Да Вот Да Пришло время Соответственно Мне значит Потрясти мир Да Потрясти Санта Клауса И серии А где мои подарки Или помните Как в третьем лишнем Да Я с тобой столько лет Где мое кольцо Вот Потому что Вы пришли требовать Немножко Да Вы пришли требовать Вы пришли брать Свои какие-то Новые шансы Вы пришли брать Новые шансы Ого Такое ощущение Что вы Я не знаю Какой-то движ Такой ажиотаж Я не знаю Как будто вы Какой-то кастинг Там проходите Знаете Может быть Вы подали Или подаете Какое-то резюме Да Может быть Это какие-то Не знаю Там заявления Еще что-то При этом Есть конкуренция Но во всем этом Вы чувствуете себя Как сами для себя В приоритете Да То есть У меня есть Какие-то классные Положительные Качества Да У меня есть Я не знаю Что Но опять же Опыт Да У меня У меня есть Какие-то преимущества Перед другими Поэтому я чувствую себя Прям спокойно Спокойно И хорошо Да То есть И соответственно Что вы научились Классно делать Вы научились Отстаивать Свои границы Потому что Там еще у нас Перевернутый Как бы Король мечей Блин Энергетическое Такое ощущение Что прям Понимаю Для кого читаю Но все-таки Мы смотрим Положительные Моменты С обновленной Энергией Конечно Не должны Прийти В вашу жизнь Да То есть Неожиданный Поворот Чем будет Связан Неожиданный Поворот Боже Карта мира Ну Мы сейчас Будем смотреть Потому что В принципе Она же Неплохая Сама по себе Да Но это еще Может означать Завершение Цикла Да Потому что Как бы Собственно Мы с вами Рассматриваем Это конечно Прямые позиции Но у нас Как бы Мир Он же может быть Еще не совсем Же Прям хорош Ну Такое Завершение Цикла Ну Вообще Это покой Да Это ощущение Что я как будто Выпадаю В какой-то Космос Я Выпадаю В какое-то Ощущение Дзена Знаешь Какой-то Безмятежности Ощущение Что я на своем месте Нахожусь Да Ощущение Что меня действительно Как будто Качает на руках Карта мира Это может быть Интернет Это может быть Другая страна Открытие дорог Да Ну вот собственно На чем здесь Карта мира Для тебя лично Как Неожиданный поворот Слушай Ну здесь Ну здесь наверное Какой-то момент Семейных отношений Семейные отношения Потому что Мне прям семью Показывают Да Ну именно Семью Корни Какие-то Не знаю Ну не знаю Родовые истории Может быть Действительно Родители Да Или там Дети Еще Сейчас Еще Посмотрю Смотри Мир Шестерка Кубков Так О чем мы тут Не хотим Этого А Смотри Здесь Кстати Может быть Предложение Каких-то отношений Знаешь Бывает такое Что Ну там Мальчики Девочки Говорят Ну давайте Посъедемся Давайте пожить Короче Вместе А ты такая Да ну нафиг Ну мне надо Я типа Это не вывезу Там Да То есть Я там Привыкла К какому-то Определенному Состоянию Да Или допустим Я привыкла Там как-то Бороться Смотри Десятка Жезлов Пятерка Жезлов Да То есть Я собственно Не вывожу Ощущение Что я может быть Уже Сама Уже Как это сказать Не У меня нет энергии Вот это Поддерживать Вот эту клетку В которой я нахожусь Или у меня нет энергии Уже столько всего Прям делать Самой Я устала Это все Вывозить Да Здесь как смотри Неожиданный Поворот Судьбы Что какая-то Часть Твоих Каких-то Проблем Может быть Да Или вот эти Вот твои Как бы Психологические Защиты Падают Смотрите У тебя же Тупо Нет энергии Держать себя В клетке Да Тупо Нет энергии Себя Сдерживать Тупо Нет энергии Допустим Вывозить Эту жизнь Да Ну смотри Пятерка Жезлов Десятка Жезлов Она здесь Показывает Вот некий Момент Облечения Как неожиданный Поворот Судьбы Да Потому что Опять же Через какую-то Влюбленность Да боже мой У кого-то Это 100% Будет беременность Но беременность Которую вы не хотите Потому что Да ну нафиг Допустим Там Я уже не в том возрасте Или да как я это Все вывезу Еще что-то Потому что Вот это ощущение Безмятежности И спокойствия Очень похоже На энергии Материнства Да То есть Это вот эти Новые энергии Которые вы вообще В себе Что-то не хотите Никак принимать Такой Да то нафиг Зачем оно мне надо Но это неожиданно Да Это неожиданный Поворот вашей судьбы И собственно С точки зрения Высшей сил Как бы Зачем он нужен Ну Чтобы действительно Сказать Смотри Астынь Ты классная Ты можешь У тебя вообще Все получится Ну чтобы просто Привести в состояние Баланса Да Такой Мур-мур-мур То есть получается Что мы снимаем Вот эти вот все Доспехи Жезлы Короче В такой прям Энергии Мур-мур-мур А у кого-то Кстати Если вы беременны Может быть Это правда Двойне Как знать Да Двойка Пентакли Либо По судьбе Там двое Деток Должно быть Хорошо Если это вдруг Не касается Беременности Потому что Это вообще Прям очень удивительная Для вас энергия Если не касается Беременности Что же такое Беременность А тебе Всего хочешь Это действительно Готово Там с тобой Произойти Но при этом Сама себе Говоришь Соберись Тряпка Нет Я эти энергии В себе Не пропускаю И не допускаю А тут Несется Тебе Всякие Красивые Эмоциональные Проявления Да Рыцарь Как бы Чаш Но ты Вот знаешь Такая Короче Смерть И этот Туз Жезлов В общем Просто взяла И рубанула За то Что действительно Тебе Кто-то хочет Проявляться Ну прям Показывает Жезловые Какие-то Намерения Так что Вот у тебя Такой Очень красивый Знаешь Красивый Такой Перед Фертильности Но фертильность У нас уже опять Не всегда Про детей Но это Именно про то Чтобы дать жизнь Возможно Каким-то Творческим Проектам Может быть Каким-то Бизнес-идеям Может просто Не носить На корню Какие-то Творческие Твои импульсы Не знаю Там нарисовала Какую-нибудь Колоду Метафорический Карт Но отнеси В издательство То есть Это про то Что вот Неожиданный Поворот Это про то Что твои Творческие Импульсы Бессознательные Творческие Импульсы Они правда Могут найти почву Понимаешь То есть Это могут поддержать Это могут дать жизнь Поэтому очень похожа Энергия материнства Но по большей части Нет Здесь прям Чистое материнство Тут прям Зачатие видно И вынашивание видно И как энергии меняются Потому что Может быть Для кого-то Это долгожданная история Вот Я всегда очень Люблю Когда такое случается Вот Среди моих Зрителей И слушателей Потому что Ну Рождение новой жизни Это величайший дар Вот Может быть Вам действительно Это очень важно Так Ну что Троечки Привет Здрасте Так Будем смотреть В каких вы тут Энергиях Находитесь Кто вообще Передо мной Одной картой Вы сигнифицируем Буквально Одной Наверное Да 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 Мы деньги делаем Да Делаю Денги Делаю Денги Остальное Все Дребя Беден Шестерка Пентакли Либо яростно Отставим Свою ценность Типа Со мной Так не надо Да Либо действительно Как бы вопрос Организации Каких-то Не знаю Проектов Может вы Бухгалтером Работаете Нужно всем Зарплату Начислить Да Шестерка Пентакли То есть Мы в игре Денежек Находимся Своего Ни своего Не знаю Ну Опять же Вот такой Момент Распределения Ценностей Можем Видимо Эти ценности Распределять Так И что у нас Эта шестерка Пентакли Как дела обстоят Время Такое ощущение Что мы С любовью Дарим ресурсы Тем Кто Тем Кого любим Да Тем Кого любим Или Люди Влюбленные В нас Да Люди Чтобы выразить К нам Какую-то симпатию Да Смотри Дарят нам Какие-то Прямо Подарочки Красивая Кстати Энергия Мы сейчас Еще посмотрим Как ты в этом Все Находишься Потому что В принципе Если уж Глобально То мир Тебя готов Тебя готов Одаривать А если Все-таки Мы с тобой Возвращаемся В реалии Материального Мира Это вот Опять же Знаешь Еще про что Может быть Про то Что сейчас Твоя забота Нужна детям К примеру Да Или опять Там какой-то Стартап Какой-то Проект Он должен Вырасти Потому что Ну как бы В него сейчас Нужно По справедливости Вкладываться Да Чтобы он там Вырос Или вы Сейчас Например Вы Ну возможно Даже несете Какие-то Потери Но и вот Эти потери Именно В счет Развития Да Чего-то Такого Большего Ну то есть Мы смотрите Мы вкладываем В ребеночка Условно Потому что Паш Кубков Или мы Лечим Нашу Эмоциональную Сферу Или мы Взаимодействуем С нашим Внутренним Ребенком То есть Здесь Нужно Правда Обратить На это Внимание Что же Хочет Наш Либо Внутренний Ребенок Либо Правда Внешний В этот момент Все-таки Взаимодействия Каких-то Вот Подарочков Но здесь Опять же Нужно Понимать Что Ну Нужно Всем Одинаково Наверное Давать Потому что Здесь На картинке Руконожка Протягивает Творожный Сырок Микроножки А рядом Стоит Другая Микроножка Ожидает Своей очереди То есть Здесь У нас Вот этот Момент Про баланс Потому что Один Сырок Творожный В одни руки Пожалуйста Да То бывает Такое Что мы Тут Кого-то Залюбили А кто-то У нас Остается Обделенным Так Паш Кубков Девятка Пентаклей Да Что ж Такое Это Кого-то Так сильно Залюбили Не могу Понять Тройка Кубков Смотри Здесь Знаешь О чем Может быть Что Ты Других Любишь И Других Одариваешь Больше Чем Себя Вот Как-то Так Наверное Да Здесь Нужно Понимать Что Чтобы Плюс Минус Было Какое-то Равенство И Братство Хорошо А к себе Ты как Относишься В этом В этом Все Тебя Потому Что Показывает То ли Крестные Феи То ли Каким-то Дедом Морозом Раздающим Да Это Все А Для себя Мне нельзя Да Башня Для себя Мне нельзя И мне Действительно Уже Хочется Либо Что-то Для себя Либо Как-то Вкладывать В себя Да Тройка Жезлов То есть Вот Хочется Чтобы Мне Уже Кто-то Что-нибудь Ты Знаешь На самом деле Мир Тебя готов Дарить Очень Много Но Ты Не Очень Эти Энергии Пока Пропускаешь Там У тебя На восьмерку Жезлов Как бы Туз Мечей Хорошо Ты Прям Не Даешь Себе Вот Этих Расслабонов Вот Че Подарочков Хочется Все-таки Ну Давай Насколько Ты Сам Себе Делаешь Подарочек Потому Что У тебя Какое-то Время Прям Блодородие Я Не Могу Ну Ты Как Буд В поисках Людей Да Которые Увидят Вообще Твою Щедрость Души Большое Количество Любви Забот Смотри Парль Жезлов Восьмерка Жезлов Потому Что Ощущение Что Пока Все-таки Все Летят На Твой Шведский Стол Мы Как Буд В поисках Еще Каких-то Других Источников Здесь Вопрос В том Что Ты найдешь Следующий Источник Ты Опять Будешь Раздаривать Или Все-таки Здесь Ты Поймешь Что Нужно Его Сохранять Знаешь Здесь Это Очень Важно Вот Смотри Как Неожиданный Поворот Судьбы Это Что Открываются Какие-то Еще Новые Источники Парль Жезлов Восьмерка Жезлов Это Движ Куда-то Как Выезд Так Умеренность Не Это Нормально Кстати Смотри Потому Что Вот Здесь Если Открываются Дороги Или Какие-то Новые Энергии Нам Показывают Что Ты Классно Удерживаешь Смотри Умеренность Король Жезлов А Умеренность Король Жезлов Это Статичное Такое Состояние Как будто Постоянный Какой-то Интерес К примеру Постоянные Взаимодействия С Каким-то Допустим Партнером Который Приходит В твою жизнь Действительно Тебя Отдаривать Чем-то Либо Как бы Материальными Какими-то Подарочками Слушай Может Ты действительно Найдешь Какого-то Ресурсного Классного Любовника Именно Любовника Но я же Не буду Говорить Про Женат Неженат Вообще Не в этом Дело Но просто Здесь На самом деле Человек Готов Взять Себя Под покров От покровительства То есть И получается Что По восьмерке Жезлов Вот эти Источники Они Как бы Никуда Не уходят Но Тебе Почему-то Кажется Что-то Может Закончиться На самом деле Нет На самом деле Нет Потому что Ты такая Классная Посмотри Вся Королева Жезлов Тебе Немножко Себя Драстить Из Пажика Жезлов Королеву И тогда Ты действительно Поймешь Как все Хотят За твою Классную Женскую Энергию Весь мир К твоим Ногам Весь мир К твоим Ногам А ты Как будто Свои ценности Сильно Не понимаешь Ты себе Какую-то Фигню Придумала Всякие Знаешь Архетипы Серии Как это Была Боже мой Черная Вдова Специально Знаешь Когда Я не могу Мужчину Счастливым Сделать А что Ему Дам Да я Постоянно В какой-то Конкуренции Другие Женщины Типа Лучше Меня Или Допустим Если он Богатый Ресурсный Это же Мне придется Постоянно Заслуживать Его Внимание Знаешь Вот такие Моменты Которые Не дают Тебе Действительно Насладиться Твоей Вот этой Десяткой Кубков Потому что У тебя Смотри Карта Мира Десятка Кубков С очень Каким-то Таким Прям Абсолютно Ресурсным Персонажем Да То есть Мы отсекаем Всех Вот этих Нересурсных И при этом Да Действительно Мы выходим Двойку Кубков С каким-то Классным Ресурсным Персонажем Мне очень Прям Нравится Почему Потому что У самой Жем Много Ресурсов Понимаешь У самой Жем Много Ресурсов Если Это Надо Понимать Да И Не Раздаривать Ресурсы Вот этим Всем Детям Просто Да Потому что Вот они Тебе просто Давят на Жалость Да Когда-нибудь Вот У меня Откроется Потенциал И я Тебе Типа Все верну Там Все Что ты Вкладываешь Нет Нам Нужен Уже Готовый Да Мы С полуфабрикатами Не связываемся Потому что Вообще Непонятно Что с ними Получается Приготовке Правда Нам Нужен Уже Готовый Продукт Вот Если Мы Это Понимаем То Жизнь Начинает Нам Это Все Подсвечивать Подобное К Подобному Вот Такая Интересная Позиция У нас Была По Третьему Варианту С вами Была Я Ваша Нейроведьма Редактор субтитров Корректор А.Егорова